Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Да, и сегодня мы с вами разберем текст за пределами всех дискурсов. Это четвертая октограмма, книга номер один. Первая книга в четвертой октограмме, в общем-то, моих текстов. Да. Данная работа посвящена проблемам внеязыкового философствования. Многие считают, что философию формирует именно дискурс, а дискурс напрямую связан с языковой сферой. А для начала я сделаю упор на том, что в данной работе разбирается именно философский дискурс, или лучше сказать философские дискурсы. Ну, потому что философию трудно свести к одному единственному дискурсу, трудно свести к какому-то одному единственному явлению. Философия многогранна, философия много всего разного порождает, и в этом смысле, конечно же, она не может быть одним каким-то дискурсом. Да. Ну и, в общем-то, с этим будем работать. Будут задаваться в тексте вопросы. Не знаю, смогу ли я на все вопросы ответить в видео. Да. Возможно ли философия без дискурсов? Во-первых, такой вопрос. Или философия сама по себе есть то, что создает эти дискурсы, и только дискурсы, и в них только существует. Без дискурсов философия не может нам никаким образом являться. Возможно ли философствовать за пределами текста и языка? Еще один вопрос. Здесь мы попробуем разобраться с ними, со всеми этими вопросами. Да, надо будет переписать как-нибудь предисловие, потому что там немножко криво. Тезис 1. Западная культура является преимущественно языковой. Я думаю, здесь доказывать практически нечего. Давайте просто по аргументам быстро пройдемся. Ну, здесь все просто понятно. Западная культура — это культура текста, рассуждения и чисел. Это доказывал протекст, не только я доказывал. Это тоже такой очевидный аргумент. Рассуждения, ну, рационализм — очень модная концепция у нас. Также перипатетики, Аристотель и так далее, и так далее, и так далее. Логика — одна из ключевых, в общем-то, составляющих нашей рациональности именно европейской, западной, европейской культуры. Ну, и математика, соответственно, тоже. Такие, в общем-то, три кита. Текст, рассуждения и числа. И все это, в общем-то, такое символическое, идеалистическое. Что я в этом тексте, наверное, обсуждал, но это не имеет какого-то большого значения. Логика Аристотеля — это прежде всего логика высказываний. Этот аргумент, ну, также нас относит к тому, что логика Аристотеля — это не эмпирическая, например, логика. И вообще логика, которой мы пользуемся, по преимуществу не является эмпирической. Вот, например, в Индии, наоборот, там мы встречаемся с логикой, которая, наоборот, опирается на, как ни странно, эмпирические, лучше даже сказать, феноменологические какие-то замечания. Один из главных, в общем-то, таких фразов, главных силогизмов, пятичленных, он как раз и начинается с того. Я вижу, что на горе, на вершине горы дым, значит, там огонь. Ну, там он такой пятичленный, он более длинный. Но на чем он базируется? Он базируется именно на восприятии некоторого вот события. Обычная логика и ее каноничные примеры — это вот Сократ-человек. Например, Сократ смертит, да, поэтому. Потому что все люди смертны. Ну, вот такой вот силогизм классический у нас, европейский. Непонятно, что такое человек, какое-то общее понятие. Сократ тоже мертвый дядя какой-то. Уже для Аристотеля он был мертвым таким дядей, таким тоже каноническим примером. Которого он вроде как даже и не застал. Что у нас тут еще есть? Ну, и смертен. О смертности мы можем спорить тоже сколько угодно. Что значит смертен, в каком смысле смертен и так далее, так далее, так далее. Куча абстрактных понятий, но логически они прекрасно связаны. И в рамках одного высказывания работают, ну, просто замечательно. А если мы будем задавать вопрос о том, как они работают вне высказывания, уже немножко по-другому. Индийская логика сразу же нас отсылает к феноменологическому такому опыту. Мы видим гору, мы видим дым, мы предполагаем, что, ну, обычно, когда мы видим дым, мы видим огонь, и это как-то обычно связано, может быть и не связано. То есть ошибка здесь подразумевается. Но вот такая вот логика, больше опирающаяся на феноменологический опыт. То есть, бывали возможные примеры совершенно другой логики. Но логика западноевропейской культуры преимущественно строится на высказываниях. И это и есть логика высказываний, ну, в наиболее чистом виде, какие только можно там себе представить. Математика как язык и как определенный дискурс. Математику очень удобно тоже в данном контексте захватить с той ее стороны, с какой она является именно языком. Ну, то есть, выражает определенные смыслы, пусть даже и количественные. А всякое действие, ну, тут еще подаргументы есть, всякое действие в математике можно перевести на любой из существующих языков. Ну, может быть не на любой, но на большинство и на самые большие без проблем. То есть, мы можем написать двоечку плюс двоечку, а также написать два плюс два. Просто именно буквами два плюс два. Это абсолютно идентичные выражения, математика его поймет, и не знаю, кто угодно его поймет. Вообще, перевести все это можно. Математика абсолютно переводима на язык обывательский, обычный, любой. Также важно понимать, что всякое... Следующий аргумент к тому, что у нас языковая культура, это то, что всякое искусство Запада основывается на языке. В данном тексте этот аспект прорабатываться подробно не будет. Но что, в принципе, подразумевается? Ну, очевидно, что в поэзии основано на языке, потому что поэзия пишется на языке, да? Очевидно также, что проза пишется на языке. Да-да-да-да-да, все, спасибо, Полин, да, действительно. Сейчас уберусь немножко на языке, на котором можно почти все переводить, да. Такс. Продолжаем. Поэзия строится на языке, проза строится на языке, это очевидные тезисы, ну, потому что инструмент, с помощью которого пишутся, в общем-то, эти виды искусства, это и есть язык. Но есть также у искусства такая оборотная сторона. Ну, вот изобразительное искусство. Как это получается, что изобразительное искусство строится на языке? А дело в том, что нам на самом деле не особо важно само произведение искусства. Его какие-то качества, его какие-то замечательные такие вот примеры, что оно у нас вызывает. А язык в данном случае важен в том смысле, что любое изобразительное искусство, плюс ко всему ниже будет про музыку, скульптуру и вообще любой другой тип искусства, он включен в дискурс. Важно не то, что из себя представляет произведение искусства, не то, насколько оно совершенно. Важно, как это совершенство предстает в языке. Например, квадрат Малевича. Что в нем такого замечательного и прекрасного? Да то, что о нем написана вот одна книга самим Малевичем достаточно большая. И плюс ко всему написана куча книг, которые его исследуют. И не только книг, его просто исследует огромное количество людей. И это произведение искусства представлено в дискурсе. И вот это и составляет его колоссальную важность. То же самое можно сказать про любое другое произведение искусства. Все, что происходит в искусстве, все проявляется в языке. Да, язык дом бытия. Действительно, это будет разбираться, видимо, дальше. Такс. Музыка основана на языке на тех же самых принципах. Обсуждение музыки, рассуждение, в том числе до создания музыкального произведения, может быть. Также, в принципе, все ноты можно записать языком, обозначив те или иные слова-ноты, тоже как отдельный язык музыки. И он в том числе является переводимым на обычной языке. И кино, конечно же, тоже основано на языке. Западная философия ориентирована на текст и язык. Это тоже, ну, довольно-таки примечательный аспект. Такс. Ну, если мы рассмотрим другие философские отрасли, ну, в смысле культуры, индийскую и китайскую, там тоже есть такие языковые элементы. Очень активно, ну, люди пытаются опираться на язык. Там тоже есть такие элементы. Но в Европе западная философия, это, конечно, развито в значительной мере больше. Если китайцы тоже рассуждают о значении слов, как и, например, Платон, то ближе, чем ближе мы подходим к современности, уже западная философия и ближе к современности. Ну, вообще, современная философия вообще почти, что наполовину посвящена языку. И с этим нам придется как-то и приходится иметь дело. Аналитическая философия, ну, по сути, зациклена на языке. В ней очень много языка. Ну, аналитическая философия, это большая часть, можно сказать, мировой философии по количеству представителей современных. Отсюда вот и получается, что философия очень много, западная философия очень много занимается языком, проблемами языка. Отсюда вытекают и проблемы логики, и проблемы познания, соответственно. У нас очень ориентированная на язык традиция. Также оказывается, что истина-то рождается в споре. Это еще Сократа пошло. Оказывается, истина рождается именно в споре. А спор, это, конечно же, территория, на которой проявляет себя язык. Продолжаем дальше. Ну, здесь тоже все понятно со спором. Эпоха сократовской диалектики, на нем же отчасти и закончилась, в принципе, да. Но потом она возрождается, продолжается. Ну, с этим тоже работаем. Еще один аргумент. Язык, дом бытия. Хайдегер тоже подчеркивает невероятную важность языка. Ну, раз уж бытие для Хайдегера одна из самых главных тем философствования, удивительно, что он все-таки отдает предпочтение, в том числе и языку. Язык оказывается этим самым домом бытия, и это крайне тоже интересно. А с другой стороны, как ни странно, это именно в Европе так вот прославляют язык. Он такой замечательный, такой потрясающий. Он может быть домом бытия, он может быть, не знаю, заменой мышлению самому. Но некоторые концепции подразумевают, что не люди мыслят, это язык мыслит вместо них. Это не произведение искусства пишется автором. Это язык пишет произведение искусства посредством определенных авторов. В общем, много таких вот концепций, которые, ну, прям возвышают язык. А с другой стороны, у нас есть индийская философия, в частности, буддийская философия, философия Мадхьямаки, Нагарджуна, который указывал на то, что, ну, язык может быть вообще немощным. Может быть, он не открывает никаких истин и, по сути, ничего не значит. Язык оказывается такой своеобразной случайностью, которая, ну, ни на чем не основывается. С другой стороны, конечно, да, имеется в Европе, в Европе у нас тоже имеется такое вот противодействие, противоречие двух позиций. И какой-нибудь Бодрияр действительно создает теорию симулякров, говорит о том, что язык не связан с реальностью и так далее, и так далее, и так далее. И умножаются эти гиперссылки, одни ссылки с языка, но тут тоже, наверное, получается своеобразное преувеличение значимости языка, вот этих вот гиперссылок, связей и несвязей с реальностью и так далее, и так далее, и так далее. То есть даже его критика и Бодрияра, и других, в общем-то, постмодернистов, она такая вот тоже возвышающая язык. То есть они, они как бы оставляют все, кроме языка, тоже. У нас, получается, нет реальности, мы не имеем доступа к реальности. У нас есть гиперссылки, и мы ими, в общем-то, только и манипулируем в наших разговорах, беседах, научных исследованиях, философских исследованиях в том числе. То есть, опять же, вроде бы как связь реальности и языка подвергается сомнению, но внимания языку уделяется просто колоссальное количество, и это, опять же, получается в каком-то смысле философия языка. Логика и логос тоже слова, определенно связанные с языком, и, ну, и, соответственно, это также имеет переход логический к дискурсу. Как ни странно, западная наука ориентирована на текст, с одной стороны, ну, и на язык в целом тоже. Наука, прежде всего, конвенциональна, почитаем тексты Пуанкаре философские, и в этом мы тоже отчасти убедимся, ну, по крайней мере, этот тезис является вполне обоснованным. Наука конвенциональна, это договоренность определенных ученых по тем или иным вопросам. Второй аргумент в отношении науки. Основной источник научного знания это статьи и монографии. Такс. Так-так-так-так-так-так. Почему-то у меня... А, я понял. Ща-ща-ща, простите, я немножко это... Ну, проблема в том, что с языком... С языком, с языком... Если подумать, то весь этот лингвоцентризм идет от романтиков и Гартмана со всеми вытекающими в решение Канта от Ду-Третью критику эстетизма. Во многом, да, очень сильный такой напор, связанный с языком, действительно наблюдается именно в 20 веке. Но при тече у него все-таки есть еще, ну, романтики до 20 века, непосредственно, конечно же. Да, и в 20 веке просто вот рост таких лингвистических концепций, он действительно наблюдается. Но и до этого он тоже был. И до этого он тоже был, и он был еще в Древней Греции. Вот в чем дело. Это, ну, не просто так появилось внезапно с романтиками. Это уже у Аристотеля просто занимает колоссальные такие вот масштабы. Тут как-то вот так вот и получается. Тем более потом мы переходим к христианству после средневековья, вот в смысле, да, после древности переходим к христианству. И у христиан вот уже культура текста получается. У них просто это культура текста христианства. Культура одного текста и комментариев к нему. И тут тоже внимание уделяется языку. Сначала было слово. И я не знаю, как это трактовать, но внимание к языку оказывается в нашей вот европейской и западной культуре, в том числе в русской культуре, просто колоссальное очень давно. Но в 20 веке действительно такой большой рост. Хайдегер, Витгенштейн, да, конечно, конечно, и Гёльдерлин, они здесь тоже имеют место. Они такие вот звенья в этой цепи обращения к языку. И, наверное, они кульминация даже. Хайдегер и Витгенштейн, и в том числе Бодрияр. Это, да, уже такая кульминация получается. Не финальные аккорды, совершенно уж не финальные аккорды, но своеобразная кульминация этой цепи. Продолжаем про науку. Продолжаем про науку рассуждать, смотреть. Основной источник научного знания это статьи и монография. Ну, не источник самого знания как такового. Это даже цель, наверное, знания. То есть у нас мы получаем определенные данные, определенным образом их трактуем, помещаем их в статьи и монографии. Они должны быть объективны, точны, прекрасны и замечательны. В общем-то, по всем канонам научного дискурса они должны быть представлены. И вот это вот самая цель. Поместить итоговое знание в статью, а еще лучше в монографию. Ну, и диссертация, монография, вот такая вот получается, ну, схожие жанры скорее. Хорошая монография будет все-таки похожа на диссертацию. Ну, и в этом смысле, да, получается, опять же, итоговая цель науки привести все к тексту. Проделать путь через эксперименты, через опыты и все в итоге привести к тексту, к дискурсу. Что еще, какие аргументы? Индекс Хирша, ну, такой математический, это ссылки, это определенные ссылки, да, это чисто языковой тоже критерий дискурса такого. Кто на кого сколько ссылается? В культуре, в которой текст, в которой язык, в которой цитаты, в принципе, и культура цитирования не развита, и все это не имеет какого-то серьезного значения, индекс Хирша не смог бы стать таким важным показателем, как и прочие вообще критерии, так или иначе, связанные с цитированием, с текстами и так далее. Индекс Хирша один из показателей, который в данном случае является таким показательным, показательным. Научная культура цитирования одна из самых развитых культур цитирования в мире, безусловно, и это тоже показывает нам, что ученый прежде всего имеет дело с текстом. Имеет дело с текстом, и вообще качество его работы определяется во многом тем, как он умеет работать с цитатами. Он провел плохо опыты? В 50% случаев этого даже и проверить никто не сможет. Но если еще этот человек умеет, умеет подделывать опыты, умеет хитро как-то с ними обходиться, ну, что ж. А если он плохо текст написал, если он плохо процитировал, неправильно поставил там, не знаю, запятые, галочки все, неправильно сделал цитаты, ну, все как бы, все, это плохая научная работа. Ты не защитишь ни диссертацию, ни статью твою, ни напечатают, ну, как бы, до свидания. То есть, опять же, получается такой приоритет, приоритет языка, приоритет стиля, приоритет цитирования, над непосредственно даже эмпирическим опытом. Ну, потому что, действительно, эмпирический опыт надо, ну, проверить. Его можно было бы проверять, сделать систему, которая постоянно проверяет все эмпирические опыты, но кому это нужно, если у нас есть возможность проверить непосредственно текст. Да, забавно. Все остальные формы коммуникации в науке тоже являются по преимуществу вербальными или сопровождаются вербальными комментариями, тоже понятно. Вывод в науке, текст тоже крайне невероятно важен. Очень, как следствие, невероятно важен дискурс. Аргумент номер семь. Религия одного текста, мы пребываем, опять же, в религии одного текста, это христианство. Христианство и текст Библии непосредственно, и в этой культуре, в которой все многое замешано на Библии, этика во многом замешана, тоже перемешивается с Библией, это все культура текста. Да. Культура цитирования тоже у нас вообще в целом, в нашей культуре, очень велика культура цитирования. И в религии, в христианстве эта культура цитирования тоже очень была высокой. Во многом, я думаю, что культура цитирования в науке, которая является самой высокой в мире, самой такой высокоуровневой, она во многом была унаследована именно у христиан. И как раз из-за того, что они очень любили свою Библию, и постоянно ее цитировали, и цитировали комментарии Библии отцов в церкви. Постоянно цитировать все это, отсылки делать, это же так по-христиански получается. И многие такие качества из христианства перешли в науку, и цитирование это одно из таких качеств. Так, продолжаем. Да, западная культура является по-преимущественному языковой, это тоже понятно. Так, второй тезис для данного текста, он такой. Язык не является единственным способом философствования. Сейчас посмотрим. Сейчас любое внимание к языку пугает после лингвистического, скептического прошлого века. И все, темница языка, к реальности через математику, бадью, сознание, технику. Да, относительно математики, но это скорее есть язык еще один. Да, с другой стороны, сознание, чалмерс, техника, ленд. Да, действительно, тоже такие аспекты есть. Но языковая философия до сих пор тоже очень развита. Особенно, ну, в России, как бы, у нас куча хайдегирианцев, во-первых. Язык, дом бытия, ну, вот, как бы, один из основных таких тезисов, за которым следуют, ну, многие. У нас такой профессорский состав, который очень любит язык, философию языка. И, безусловно, даже аналитические такие, ну, любители аналитической философии в России, многие из них, ну, как бы, остались в прошлом веке, наверное, с точки зрения вот такого вот движения. Они все еще там, они все еще изучают те проблемы, которые исследовали Витгенштейн, Рассел. Понимаете, вот в таком случае тоже интересно. Но продолжим. Язык-то на самом деле не является единственным способом философствования. Язык прекрасный инструмент и в некоторых случаях довольно продуктивный источник для философствования. Да, однако несостоятельный взгляд, согласно которому язык это единственный источник, давайте посмотрим, какие вообще другие источники могут быть, что мы можем предложить вместо языка. Что вообще не только мы можем предложить, что предлагали до этого. Индийская культура, например, ориентирована на практику, а не на язык. Язык там тоже отчасти важен, но язык может быть специально сконструирован для такой невероятной научной, ну, такой научной, научной медитативной деятельности. Санскрит это один из примеров таких языков. Язык, который создан, по сути, профессионально. Это профессиональный язык, который в итоге начали использовать все практики, все йоги. Это очень сложный, интересный язык, который может выражать разные состояния. То есть язык вторичен по отношению к практике. И практике именно духовной. И получается, что здесь можно строить философию на базе духовных практик. Неплохая возможность. И это делали не только индусы. Язык инструмента практики, но я это все кратко сейчас тоже уловил. Ну и, в принципе, в таком вот ключе можно понять, что некоторые индусы приходили вообще к практикам без языка. Вообще просто игнорировали язык. Матхьямака, ну, один из примеров таких хороших. Язык для них не является средством постижения истины. Главное, достигнуть чистого сознания. И тогда уже мы прорвемся дальше. Ну, то есть, вот здесь появляется возможность вырваться за пределы дискурса через практику. Но, может быть, имеется какая-то... Как бы это сказать? Ладно, неважно, я что-то заговорился. Языковые игры делают язык несерьезным. Это второй аргумент к данному тезису. Ну, если все является языковой игрой, то, соответственно, мы, в принципе, можем даже научный язык назвать такой своеобразной языковой игрой. Может быть, сложной, может быть, несложной. Ну, игра. Язык случайность как термин. У нас имеется огромное количество языков, которые формируются по разным законам. Относительно концепции моей случайности, здесь тоже надо вот понимать, что случайности могут формироваться в итоге в закономерности. То есть, случайность, что-то возникло совершенно вот как-то вот внезапно. Например, у нас есть домино. Куча домино стоит, и одно по совершенной случайности упало, и оно формирует закономерности падений потом. Вот так как-то я представляю случайность, если выразить это коротко. Язык в этом смысле тоже случайен. Язык по каким-то неизвестным принципам возникает. Скорее всего, ну, не знаю, как это можно сказать доказательно, но такой скептический троп тоже получается. Мы можем предположить, что языки возникают случайно. Многие языки. Многие те или иные языки когда-то возникли случайно и даже формировались под некоторыми случайными, а иногда не очень случайными, в общем-то, обстоятельствами. Иногда и взаимодействие с другими языками это уже не такое же случайное обстоятельство. В общем, все сложно. Парибак скорее трактует индийскую философию не как инструмент практики, а слугу у мистицизма, всяких медитаций и экстазов. Впрочем, я у него не учился, только слушал, но никакой практики не вижу. Я у Парибака учился как раз в магистратуре. Да. Замечательный специалист сейчас скорее трактует индийскую философию не как инструмент практики. У него, кстати, как раз вот этот вот инструмент практики, как я говорю, у него этот термин, ну, именно вот такое отношение представлено в ряде статей. Слуга мистицизма. Относительно мистицизма вот здесь как раз мимо, потому что Андрей Федорович Парибак, он не то чтобы уж очень такой любитель именно мистики. Он тут трактует и буддизм, и индийскую философию, конечно, в целом посложнее у него. У него с буддизмом более конкретно и более так профессионально, потому что он сам буддист непосредственно. Ну, буддизм, он как мистицизм не трактует, ну, насколько я это помню, и он трактует его как определенную практику. И, соответственно, с языком у него позиция может быть немножко другая. Так, впрочем, я у него не учился, но никакой практики не вижу. Ну, непосредственно духовные практики, включая медитации, медитации, вот эти вот, это и есть духовные практики, практическая составляющая буддизма и не только. Вот о чем идет речь, и это не всегда подразумевает, кстати, мистику. Ну, например, йоги очень любят, там, придумывать Ишвару какого-нибудь себе замечательного бога, который появляется у них в процессе медитации. Притом, это такой промежуточный бог, потому что они стремятся к еще более высшему богу, Вишне, Шиве, не знаю, кого угодно. Там много богов, к которым они стремятся, но вот в промежутке, в промежутке появляется еще и Ишвара, который помогает им на югическом пути, они дальше развиваются. Вот это такой мистический элемент, действительно. А буддизм, он не всегда подразумевает мистику такого рода. Ну, просто есть концепция, например, Татха-Гатта-Гарбхи. Вот она, да, она, наверное, мистичная все-таки, она ближе к мистицизму, потому что там существует некоторый зародыш так приходящего. Ну, то есть Татха-Гатта-Гарбха и переводится зародыш так приходящего. Так приходящий это Будда. И в каждом из нас есть зародыш Будды. Вот. Соответственно, вот она может быть, трактоваться как непосредственно такая философия мистическая. Но есть и более прикладной буддизм. Ну и вообще прикладной аспект в буддизме крайне важен. Так, я занималась йогой и медитацию практиковала. Ощущение точно языком не передать. Ну, йоги просто действительно часто как раз отталкиваются, не только йоги, ну, я в основном на буддийскую традицию сейчас, конечно, опираюсь. Язык можно оставить в стороне, вынести его за скобки. Вот очень просто это сделать. И практики, в общем-то, для многих индийских таких вот деятелей, они не для того, чтобы выразить их в языке. Язык только к ним может как бы довести до этих практик. Так. Язык стихиен. Да, даже не буду раскрывать это подробнее. Не все же раскрывать сегодня. Язык вне бытия, как аргумент против Хайдегера даже. Язык как иллюзия. Так, а где, где возможные, где всякие другие способности заниматься, в общем-то, философией вне языка? Языки, языки, мало кто может. Язык, язык, да. А языки это же вы из меньших стяг. Так, что-то я недораскрыл здесь. А, вот, тезис 3. Можно философствовать с помощью образа. Ну, то есть, у нас имеется воображение. Имеется уже, на данный момент, кстати, в Европе, ну, она вот начала развиваться с юма, и передалась Канту, и уже сейчас у нас имеется довольно-таки богатая философия воображения. А, и непосредственно, поэтому, поэтому у нас даже, у нас, у европейцев, в смысле, в западной культуре, имеется возможность философствовать с помощью образа. Трудно сказать, что образы не применялись в индийской, например, культуре. В практиках образы просто обязательны. С другой стороны, трудно сказать, что образы не применялись в европейской культуре, потому что, ну, мы просто обязаны были воображать геометрические фигуры, например. Например, геометрия в науке очень важна, в физике, по крайней мере, крайне важна. Все вот эти вот, даже линии сил, треугольники и так далее, и так далее, это все так или иначе геометрия, алгебра, в общем, математика. И математика непосредственно связана с воображением. То есть, в Европе все-таки некоторая связка с воображением есть, ну, то есть, это как бы, даже для нас это вполне понятно. Вопрос в том, как можно философствовать с помощью образа и с помощью воображения. Да. Есть, видимо, это все тоже раскрывается. Миф, как философия может рассматриваться, в основном благодаря Лосеву. Лосев отлично раскрыл эту тему. И действительно, он показал, что мифические системы, в том числе, кстати, науку, он тоже трактует как определенный сложный миф. Вот. Он показал, что это все работает. Миф — это не просто какие-то голубые заблуждения, это целые картины мира, которые так или иначе что-то описывают, и с чем-то работают, и что-то выражают, главное. Притом, воображение, нужно понимать, это не всегда, и даже в большинстве случаев, это не просто какие-то такие легкие фантазии, которые возникают в нашей голове, и никак не связаны с реальностью. Воображение, оно тесно пересекается с реальностью. Ильенков это тоже неплохо так показывает. Ну, и можно даже не опираться на авторитет Ильенкова. Мы сами понимаем, что воображение имеет определенные связки с реальностью. И когда мы говорим о воображении в разных смыслах, например, стихийный дискурс воображения у нас есть, это Гастот Башляр его предлагает. Я тоже над ним работал в своей диссертации. Да, их немного, религия, вера, эстетика, всякая образность, тело, более прямая данность, сознание, математика, техника и всякая правда. Да, но дело в том, что мы можем еще сложнее воспринимать ситуацию не только, ну, сами способности, они тоже выделяются на базе языка, это раз. Сейчас, вот вы сейчас перечислили все вот эти вот прекрасные способности, еще разбили их по различным тематикам, в которых они обычно как бы присутствуют. В Европе это действительно так. За границами европейской культуры немножко по-другому. Ну, например, образность может присутствовать не только в эстетике, но и в духовных практиках, можно сказать, в психологии. А, да, тело, боль, прямая данность, ну, понятно, с чем это связано, сознание, математика, техника. Ну, вот, способности на самом деле можно выделить огромное количество внутри человека. У нас просто есть определенный спектр, который мы традиционно выделяем. С этим тоже можно работать. Вообще, в принципе-то не особо понятно, что такое воображение. У меня есть соответствующая лекция, тоже на канале, посвященная данной проблеме. Что мы не понимаем, что такое воображение, как оно точно отличается от памяти, от мышлений и от прочих других, якобы, способностей отдельных человека. И с этим довольно-таки действительно трудно работать по этой самой причине. Потому что, когда мы что-то вспоминаем, например, какое-нибудь событие, мы непосредственно создаем образы. Так это память создает образы? Или все-таки воображение создает образы? Или когда мы мыслим, мы определенным образом что-то представляем в большинстве случаев? Это не просто языковое такое мышление, игра словами. Чаще всего это связано с представлениями. Так что мы делаем-то? Мыслим или воображаем? Также есть концепции, описывающие мышление как воображение. Но это уже сейчас... Я забыл, к сожалению, автор. У меня автор из головы сейчас выпал. Но это русский автор. Так... Я его сейчас уже не вспомню, к сожалению. Но, в общем-то, он в этом смысле хорош. И интересен. То есть, действительно, ситуация очень запутанная, во-первых, со способностями. И что там с языком, что вне языка. Ну, тоже такое. Можно говорить о том, что все сложнее. Кстати, в современном православии популярна... Финология всякая. Да, сейчас. Продолжаем, в общем. Философствование поэзии. Да. Допустимо, возможно, я, например, практикую. Непосредственно часть моих стихов, часть моего творчества, не все мое творчество, посвящено как раз вот философствованию с помощью поэзии. Но кто такой я? Кто такой я, когда есть парменит непосредственно, который написал в стихах свою известную поэму о природе? Это его философские тексты, одновременно поэма, и она образная, прекрасная, и она заключает его философию, с одной стороны. А с другой стороны, там прекрасная поэзия, образная, и мифология там же внутри потрясающая просто и... просто невероятная. То есть, философы во многом тоже начинали с того, что они философствовали с помощью поэзии и опирались на образы. Конечно, это делалось через язык. Вот, безусловно, это делалось через язык, но цель была прийти к образам, дать какое-то, в общем-то, видение картины. Философствование изобразительным искусством, наверное, возможно. Я здесь не буду говорить, что я это практикую, потому что я этого не практикую, но я полагаю, это вполне возможный метод. С помощью изобразительного искусства как раз довольно... это, наверное, самый простой способ изобразить нечто. Показать образ, который находится у вас в голове. Ну, и будем надеяться, что квалия все-таки не так уж сильно искажает действительность. И тогда мы можем надеяться на то, что художник все-таки может передавать свой замечательный, богатый опыт. И свои образы какие-то в голове. И тогда, и тогда уже можно даже прийти к тому, что мы будем философствовать с помощью изобразительного искусства. Ну, например, комиксы, кстати, как такой действенный жанр, он существует, и, наверное, в нем большой философский потенциал скрывается. Философия образа досократиков... Досократики находились под сильным влиянием чистого мифа, основанного на образном мышлении. Поэтому их философия, прежде всего, образная на... да. Ну, то есть, здесь мы имеем право говорить, что до Аристотеля, Сократа, до Сократа, может быть, даже, но, скорее, до Аристотеля, мощь языка лишь в исключительных случаях проявляла себя очень сильно. Ну, например, в философии Гераклита логос действительно силен. А в других философских таких системах, ну, что же мы можем сказать? Может быть, да, может быть, нет. Ну, например, стихия, как алфавит, ну, то есть, слово элемент, он содержит в себе такую вот отсылку на алфавит L, M, N и так далее. То есть, изначально-то, вроде как, все это и возникло из того, что стихии — это как бы буквы, члены одного и того же ряда. И, да, такая интересная ситуация, получается, тоже со связью с языка, языка и европейской культурой, в данном смысле. И образности, кстати. Образность тесно здесь привязывается к языку. Но у досократиков все-таки это все видится более образно, более симпатично, так, более красочно. Если философия потом, особенно в средние века, начиная со средних веков, становится более отстраненной, потому что рассуждения ведутся о метафизических каких-то понятиях, которые вообразить довольно сложно. И, например, Бог, Он хоть и имеет для нас определенные образные символы, через которые Он может быть изображен. Ну, например, Иисус Христос, ну и всякий божественный привычный символ. Ну, Дева Мария, она не Бог, но она божественна в определенном смысле. Также и сами храмы своей красотой могут изображать эту божественность. Но сам Бог не изображается и не может быть представлен. И когда дело касается философии, то есть философии, которая пытается дойти до самых глубин, до самых глубин и понять, что же на самом деле такое Бог, и можем ли мы вообще это понять. Здесь уже образ теряется, и как раз философия языка проявляет себя в метафизике, и именно в метафизике европейской. Ну, по той причине, что Бог находится за пределами мира, Бога увидеть нельзя. И с ним, в общем-то, с попытками представить этого Бога дела обстоят довольно-таки сложные. Поэтому Бог — это такой определенный... Это, в общем-то, логический такой, в общем-то, конструкт, над которым работают уже средневековые философы. Он очень логичен в том плане, что в нем нет ничего, по сути, кроме этой самой логики. С ним по-другому работать в рамках философии крайне трудно, потому что представить его уже нельзя. Воображение мы не можем подключить. Продолжаем. Индийская и китайская философии стихийным образом. Ну, это я уже по своей теме диссертации поехал здесь, не очень интересно. Так, аргументы, 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 много аргументов. Поехали. Можно философствовать с помощью движений тел. Ну, вот, смотрящий непосредственно выразил еще одну мысль, к которой мы в итоге тоже пришли. Так как можно непосредственно философствовать с помощью движений тел. Непосредственно наука указывает на то, что у нас имеется три типа... Как бы это выразиться? Движения или как это называется? Ну, один из них кинестетический. То есть, движения. Или не три. Ну, ладно, неважно. Я здесь профан непосредственно. Я не буду хвастаться тем, чего я не знаю. Потому что, скорее всего, ошибусь. Ну, в общем-то, среди всего этого представлен кинестетический такой способ с одной стороны восприятия, а с другой стороны мышления. Спортсмены с ним отчасти знакомы. Может быть, поэтому большинство спортсменов преимущественно проигрывают в других способах размышления, восприятия информации и так далее, и так далее, и так далее. Потому что они кинестетики прежде всего. Вопрос в том, как можно построить какое-то мудрствование на основании движений и дел. Чистая такая практическая философия, оторванная от языка, притом практическая, ну, в том смысле, что она подразумевает некоторое дело, действие, движение постоянное. И чтобы это была действительно серьезная философия, а не Брюс Ли. Кстати, интересно, а можно ли в таком контексте представить слова Брюса Ли в качестве философии? Интересно, потому что, судя по всему, Брюс Ли невероятно много тренировался. И он посвятил свою жизнь, вот, в общем-то, вот этим движением. Ну, марксизм в текстах представлен. Ну, то есть, марксизм вот очень текстовый тоже. Это 64 тома громадных и просто невероятной графоманией от Маркса. Ну, то есть, да, марксист говорит, да, надо трудиться, но при этом Маркс сам избрал такой книжный труд. А вот Брюс Ли, а вот Брюс Ли. Интересно, насколько он глубок. А, вот ты, когда стрим с маргиналом? Я не знаю, маргинал, если меня позовет, я сразу с ним готов стримить. Тем более, уже есть одна тема для пересечения, аналитическая философия. Но, правда, в ней он меня победит, скорее всего. Я могу только указывать на его какие-то, в общем-то, недопонимания, когда он недопонял мои тезисы. А там, где он меня дополнял, я вполне согласен с его, в общем-то, концептове. В общем-то, обращайтесь. Если что, донатьте, я с удовольствием затушу с маргиналом. Маргиналу в том числе донатьте. Чтобы он со мной, в общем-то, провел время. Может быть, переспорил бы. Потому что мы в абортах оба непрофессионалы. Ни разу не делал себе аборт. Как и полагаю, маргинал. Философия как действие может рассматриваться. Философия как образ жизни в том числе. А, кстати, вот философия как образ жизни. Что важно? Она была представлена в греческой философии довольно-таки активно. Ну, например, Диоген Синопский. Вот вам пример того, как надо... Нет, это не пример того, как надо жить. Это пример того, как можно философствовать с помощью образа жизни. То есть поместить себя в определенное дело, этим как бы существовать, ну и, может быть, даже не особо углубляться во всевозможные теоретические мудрствования, предположения о всевозможных величественных каких-то вещах. Ну, по сути, кинеки, они были такими своеобразными номиналистами, но не особо акцентировали на этом внимание. Им было плевать на общие концепции. Ну, то есть, если бы кинек из прошлого узрел бы современную науку, в которой колоссальное количество абстракций, я полагаю, ну, он бы не смог ее принять. Ну, потому что она, по большей части, не является практичной в том смысле, что в ней нет этого самого образа жизни. То есть у нас есть примеры философии как образа жизни, и действительно, философы считают это философией, что важно. То есть это можно использовать как аргумент в данном случае. Продолжаем. Философия дела. Как она возможна? Влияние философии на жизнь античных философов. Ну, это повторение того же аргумента немного с другой стороны. Философия дела, она угасала, ну, не в новое время, наверное, все-таки она угасала. Она со средних веков в том числе угасала, в университетах угасала и так далее, и так далее, и так далее. Потому что все-таки рассуждение в университетах велось больше логическое, с одной стороны. Но с другой стороны, в этих же самых средневековых университетах мы встречаемся с образом жизни христиан. Если мы можем трактовать его с точки зрения философии, ну то есть вот христианская философия, как будто бы она уже дана в религии непосредственно, а не отдельно как бы философствуют люди в университетах, уже как бы в христианстве есть своя философия. Если мы допускаем такое, то есть и христианская этика как философия, соответственно, есть христианский образ жизни. То есть в христианстве, с одной стороны, имеется философия как дела, как образ жизни, как этика, как определенная нравственность, как действование с помощью этой нравственности. По сути, постмодернизм важно именно действие по деконструкции мира, забота о себе через критику. Постмодернизм популярен только в его активизме. Окей. Да. Так вот, ну я полагаю, что философия-время у Гаслов преимущественно в новое время. И мы сейчас как раз встречаемся с тем, что философов наоборот называют бездельниками, потому что они просто занимаются теорией, только теорией. И даже сами философы вроде Маркса, которые тоже занимались по преимуществу теорией и революциями на базе этих теорий, внезапно вот тоже говорят такие же похожие вещи. Что? А философия до этого занималась, по сути, созерцанием, а надо было заниматься изменением мира. А философия тела также сейчас, уже сейчас развивается и вообще много где развивалась, и в принципе она существует. С философией физических упражнений все сложно, и я очень мало про это написал. Наверное, можно было бы развить это как аргумент и с этим больше работать. То есть такая философия в принципе возможна. Философия труда тоже в принципе возможна. Можно это все глубоко осмыслить, с этим глубоко работать и с помощью каких-то физических действий что-то решать. Решать какие-то проблемы довольно-таки обширные и даже философские. И вот, мы дошли до тезиса данного текста главного. Все. За пределами всех дискурсов, конечно, получается философствовать как-то так или иначе можно. Можно стать в определенном смысле мудрым, в определенном смысле мудрецом, базируясь на разных способностях человека. То есть это возможно, и за пределами дискурсов мы существовать можем. Как философы даже. Дальше идет вопрос, можно ли существовать за пределами вообще всего. Вообще всего, что было выше. По сути, жизнь человека, воздерживающегося от суждений, проходит вне дискурсов. Он не философствует с помощью этих самых дискурсов. И не только дискурсов, он не философствует с помощью даже воображения. Он может использовать воображение, но он не убеждается в результатах этого использования. То же самое с делами. Дела, практика, образ жизни, который приятен или неприятен для человека, воздерживающегося от суждений. То есть для скептика. Это своеобразное, в общем-то, от этого всего можно отойти. Это троп. Это литературный такой прием, который скептик может использовать, но это не его стезя непосредственно. Он в это не верит, это не его убеждение. Скептическое отношение к миру таким образом лежит за пределами языка. И не только. За пределами воображения и за пределами всего, что было перечислено выше. За пределами даже памяти. Всякий подлинный скептицизм прежде всего преодолевает язык. Без преодоления языка невозможно стать скептиком. Ну, тут, наверное, не прежде всего, а в том числе. В том числе преодолевает язык. Каждое слово в языке формируется под давлением догма. Оно включает в себя также определенные образы под собой. То есть и не только образы воспоминания, какие-то эмоции, в том числе включаются в те или иные слова. Поэтому, кстати, люди, особенно, которые не очень владеют рационалистическими дискурсами, не могут с трудом обладать своими эмоциями, они крайне эмоционально реагируют на использование той или иной бранной лексики, например. Если кто-то где-то кого-то обозвал, это может вызвать колоссальнейший бадхёрд. И, ну, понятно, да? Человек крайне догматически реагирует на просто обычное слово. Хоть оно и является обзывательством, хоть оно и направлено на то, чтобы унизить человека, он на него реагирует так, как это, в общем-то, и подразумевалось непосредственно. Это тоже весело. И это показывает, что язык, он догматичен, в том числе из-за этого, и по многим другим причинам. Язык выражает догмы. Да, в Греции скептицизм начинает формироваться после одного из самых сильных упадков языка за всю историю человечества, который произошёл благодаря софистам. Ну, по крайней мере, софисты показали, что нечто познать можно ли, изобретён равно, возможно, свобода. Потому, в Омниумфихте, который тоже, идею свободы... Нет, не равно. Можно ли... Свобода сама по себе догна. То есть, мы не можем подтвердить, существует свобода или не существует. Ну, тоже Канту может даже здесь отсылать, но и скептики, в принципе, с этим согласны. Скептик не может узнать, есть ли свобода или нет свободы. Нет, я в данном случае абсолютные скептики. В данном случае я сомневаюсь в гуманизме в том числе. Я не антигуманист. Я человек, сомневающийся в гуманизме. И сомневающийся в том числе в антигуманизме. В этом смысле и получается, что можно, можно существовать, философствовать за пределами всего. То есть, за пределами всякого материального мира, за пределами всяких наблюдений и за пределами в том числе языка. Это я пытаюсь доказать в данном тексте. То есть, это доказывается, что в некоторых состояниях мы можем стать скептиками, по сути. Вот что это значит. Можно ли существовать за пределами всего? Но здесь я не так ставлю проблему. Я ставлю проблему философствовать. Можно ли вынести свое философствование за пределы всего? А существовать за пределами всего? Ну, это уже какое-то вот такое вот... Не знаю. Это что-то вроде посмертного существования, наверное, такая формулировка бы значила. Нет, я такого не говорю. Здесь именно философствовать. То есть, ну, мыслить, производить какие-то концепты, делать какие-то суждения, необязательно, которые ведут к убеждениям. Софисты, как таковые, они отделили язык от мифа. Отделили, действительно. Они научились использовать образы, метафоры, риторические приемы. При этом, не апеллируя к реальности, но участвуя в спорах с другими людьми, особенно даже с профессионалами в своем деле, они могли победить в споре, ну, не знаю, рыбака в споре о рыбалке отчасти. Могли победить? Могли. Могли победить, не знаю, много кого могли победить. В суде могли побеждать даже. Замечательная, в общем-то, философия, которая отодвинула язык с одной стороны на второй план. Перестала относиться к языку серьезно. К мифу серьезно. Язык от мифа отделила и сделала много других замечательных открытий. И в том числе софисты смогли отделить язык от бытия и превратить мифопоэтическую картину мира греков в новую, небывалую. Но, к сожалению, проект софистов провалился благодаря Платону, Аристотелю и Сократу. И в итоге нечто подобное продолжило развиваться уже в философии скептиков, которые уже меньше играли словами, меньше, в общем-то, атаковали других философов. Ну, в том плане, что риторики стало значительно меньше. Риторика, она не была полностью побеждена. Она стала таким профессиональным, в общем-то, профессиональной деятельностью непосредственно. Но уже не философией. Она уже перестала быть философией. Аристотель и Платон в философии очень жестко так прошлись по софистам и победили их, можно сказать. Ну, не теоретически, но практически. На практике, в общем-то, с софистами стало намного сложнее. Да, 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 да. И вот, скептицизм как чистое состояние. Мы здесь... Я к этому как раз и вел, и мне пришлось раскрыть вот этот вот концепт до того, как я пришел к нему. Скептицизм в тексте. Скептицизм здесь трактуется как чистое состояние. Причем состояние временное. Нельзя постоянно быть скептиком. Вот сейчас, например, все время, что я нахожусь с вами и разговариваю с вами, я нахожусь в поле дискурсов определенных и в поле языка. И, соответственно, пытаюсь апеллировать в том числе к вашему воображению, памяти и прочим важным свойствам, способностям и качествам. То есть, в этом смысле я не нахожусь сейчас в состоянии чистого скептика. И, полагаю, никто из слушающих не находится, потому что мы должны вынуждены сейчас как-то общаться, взаимодействовать и понимать друг друга. В этом смысле мы существуем в некоторой структуре догматического языка. Но есть возможности очиститься от всех этих структур, начиная от языковых и заканчивая всеми прочими. После античности, я считаю, не было никаких скептиков в истории философии. Тем более Николай Кузанский, ну, христианский скептицизм, ну, это вообще как-то вот очень странно. Ну, это крайне странно просто, действительно, христианский скептицизм. Так же, как и научный скептицизм. Нет, вообще нет. Ну, Гегель вообще чистый догматик. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Чтобы прийти к чистоте, именно вот, все. Никаких убеждений внутри человека нет. Вот к этому состоянию. Вот это и есть скептицизм, непосредственно. Так его воспринимали в античности. И, в принципе, я не знаю, на что еще опираться. Но, по сути, это самый древний источник. И он самый радикальный по разделению, он самый понятный. Скептики древние дают нам критерий, по которому можно отличить скептика и догматика. И этот критерий трудно оспорить. Когда мы пытаемся выделить более утонченные формы скептицизма, мы в итоге приходим к тому, что скептиками можно назвать всех. И у нас получается вот та же самая ситуация, которая существует сейчас в нашем мире. То есть мы действительно можем назвать скептиком любого. Это плохо, это плохой термин. Тогда слово скептицизм просто теряет свое значение. Оно не имеет смысла, его вообще не имеет смысла употреблять. Когда мы на базе греческого определения, то есть скептицизм как некая чистота. С учебников. Непосредственно можно читать Википедию даже. Разрешаю читать Википедию непосредственно, там бывают хорошие статьи. Сначала учебники, а потом тексты. У меня есть статья в ВК, посмотрите, что читать, там сказано. Плюс ко всему есть видео, посвященное данной проблеме. Оно по моим статьям записано, тоже там можете посмотреть, там куча текстов. Так вот, скептицизм как чистое состояние. Вот этот вот критерий, различия, он довольно-таки прост. Отсутствие убеждений. Когда у человека... У тебя есть между симптизмом и догмой. Нельзя быть вечно скептиком или догматиком. Похоже на диалектику. Проблема в том, что всегда можно быть догматиком. В этом проблема. Человечество существует в догмах. С историей западной философии Расселла нельзя ничего исследовать. Это лучше почитать потом. Да. Так, продолжаем. Человек-существо чисто догматическое. Ну, то есть, получается, человек живет догмами, человек живет верами. В том числе философы ими живут, они используют их, они в них верят, они их исповедуют, они их развивают, они их выращивают. Человек с трудом может достигнуть чистого сомнения. Если бы человек достиг чистого сомнения, он бы отрешился от всех догм. Ну, то есть, он бы не смог потом уверенно говорить о том, ну, вот это вот, наверное, так. А вот это вот по-другому. Не знаю. Здесь получается такая сложность. Большинство философов это чистые догматики, которые создавали свои догматические позиции. Эти догматические позиции сложные, они были вынуждены конфликтовать с другими догматическими позициями, и из этого появляется множество, множество, множество всего. Да. И здесь, в данном случае, наверное, даже нет какой-то диалектики. Потому что скептицизм не особо вступает в конфликты с мнениями. Ну, на самом деле, тут и нету зоны конфликта. Ну, когда эта зона конфликта есть, то тогда все это догматично. Вот как это получается. То есть, догмы конфликтуют друг с другом. Скептикам плевать, по сути, на все это. И скептицизм, он выходит за пределами. Да. Продолжаем. По тексту идти. Какое состояние должны достигнуть, бы уже было показано. Также нулевой уровень здесь прописывается в соответствии с моим делением мышлений. Мышление, причем продуктивного преимущества. На это вы тоже можете изучить в соответствующих статьях. Это все прописывается внимательно. Вот. Еще один аргумент. То появляется вопрос об источнике сомнений. Это божественная благодать, образкультура. Генетика усиления, откуда сомнений берется. Я думаю, сомнений, в принципе, ниоткуда не берется. То есть, говорить, что оно откуда-то берется, было бы странно. Да, спасибо. Странно было бы говорить, что сомнений берется откуда-то. Ребенок, когда рождается, ну, если он и не та була раса, но близок к этому, он не знает языка. Он отрешен от культуры. Он отрешен от всех убеждений, которые исповедуют взрослые. Даже если, вот, он даже отрешен от способностей кушать, например. Он, у него единицы, у него рефлексы не очень хорошо развиты. Он только может грудь женскую, в общем-то, сосать. И то, это, наверное, из-за того, что он больше ничего не может делать. То есть, у него функционал очень маленький. Откуда берется сомнение? Откуда берется сомнение? Интересный вопрос, но оно просто получается изначально. Ребенок ничего не знает. Ничего, практически ничего не умеет. И как с этим, вообще-то, функционировать, ему довольно-таки тоже понятно. Это никакая не божественная благодать. А может быть и божественная благодать. Образование, культура тоже вряд ли. Ну, потому что чистое состояние, это как раз очистка от образования, очистка от культуры. А можно ли очиститься от генетики? Интересный тоже вопрос. Можно ли превзойти свою генетику? Но, скорее всего, генетика все-таки скептична. В этом смысле. Я как раз изображаю сомнения, ну, в своих таких догматичных теориях и представлениях. Ну, потому что, когда мы ведем, опять же, язык, речь, когда я с вами пытаюсь вести диалог, я всегда догматик. И от этого никак не убежать. Когда я пытаюсь что-то высказать, я всегда догматик, я говорю догматичные положения, и это тоже нормально. Да, скептик просто отличается от других тем, что он может переходить. Ну, нет, ничто это утверждение. Это анти-тезис. Это анти-тезис. Это та же самая догма, только наоборот. Да. То есть, сомнение это не ничто по Гегелю. То есть, все-таки сомневается кто-то. Здесь вы просто перемешиваете различные позиции. Это экзистенциалисты, это не скептики. Никто не скептик, кроме античных скептиков, по сути, получается. Потому что только у них был доступ к чистому сомнению. Ну, философски. Единственная философская школа, которая продвигала вот эту вот чистоту, именно в этом самом смысле, в котором я имею в виду, это античные скептики. Ну, в общем-то, школа секста-эмпирика. Мы можем сомневаться в том, что они были чистыми скептиками, достигли этого состояния. Можно, можно в этом усомниться. Но они единственные, кто пытался сделать нечто подобное. У других даже приблизительно таких проектов не было. Экзистенциалисты, это не скептики. Гегель абсолютно не скептик. И да кто угодно. Киркегор в бога верит. Какой он, господи, скептик. Ну, как? Как? Куда? Мир абсурда. Постулирование мира абсурда тоже. Ну, что? Это скептики постулируют мир абсурда? Что вообще скептики постулируют? Ну, уважаемые, ну, вот-вот-вот-вот-вот. Не получается. Нет. Это даже близко как-то не туда. Язык не может выразить скептицизм. Ввиду как раз того, что скептицизм это некоторое состояние вне догм. А язык формировался на базе догматичных концепций. Язык не может выразить скептицизм. И, скорее всего, язык скептика в принципе невозможен. То есть я не могу создать такой язык, с помощью которого я смогу говорить с вами скептично. Секс-эмпирик не смог бы создать такой язык, с помощью которого он смог бы говорить с вами о скептицизме и скептично. И в этом большая, кстати, проблема. Да, потому что скептики, когда они что-то делают, с кем-то взаимодействуют, они обязаны пользоваться языком. А язык оказывается догматичным. И при этом надо удерживать себя за пределами всех дискурсов. И при этом, ну, чтобы оставаться скептиком. При этом, ну, оставаться скептиком не есть некая цель. Это тоже одновременно надо понимать, потому что в скептицизме снимается целеполагание в том числе. Продолжаем. Что еще тут предложено? Как быть вне дискурсов? Противодействие догме образа у скептиков тоже имеется. Ну, можно противодействовать догме образа. Без проблем. Это в том числе мы разбирали про философию возможного образа. И можно ей противодействовать. Не противоречить, не исключать ее, не отрицать как бесполезную, бессмысленную, ненужную, неверную. А просто не понимать, она является истиной или не является. Да, мы можем ее использовать, а можем ее не использовать. Можем попытаться что-то с помощью нее открыть, а можем не попытаться. Да, действительно, я согласен смотрящим, что скептиков, может быть, и не было. Но мы имеем некоторые тексты, в которых нечто похожее представлено. Ну и про сути скептики. Именно вот эти самые абсолютные древние скептики, которые вот были, школа секста и эмпирика, она нам дала пример вот этого всего. Перроновская школа, Перроновские положения. Там пример есть того, что такое скептицизм. Я этот скептицизм обнаружил в себе не с помощью этих текстов. Я, может быть, даже, кстати, заблуждаюсь. Я, конечно, тоже указываю на то, что скептики не дошли до конца, те самые античные. Но они были ближе всего к этому самому финалу, к состоянию абсолютного скептицизма, над которым я, кстати, и работаю. В том числе это один из колоссального количества направлений моей работы. Да нет, все хорошо. Это как раз по теме такие вопросы очень полезные. Спасибо тебе, смотрящий, за то, что дополняешь, спрашиваешь. Это действительно хорошо. И мне самому это приятно обдумать и обсудить. И это в контексте тоже текста. Узнать, что такое скептик, кто такой, и как он вообще функционирует. Ну то есть это действительно... Мы можем говорить о том, что они были более похожи на то, что вот это состояние чистое, очищенное, избавленное от разных трактовок, избавленное от всех дискурсов. Они как-то были ближе всего к этому. У матхиамиков, у буддистов тоже были такие вот какие-то тенденции в эту сторону. У софистов были тоже тенденции в эту сторону, но эти тенденции не до конца реализовались. Софисты, по сути, не были чем-то единым, но при этом они все исповедовали такие отрицательные позиции. Агностицизм, что-то вроде релятивизма. Атеизм, конечно, догматическая позиция, но у нас, с одной стороны, есть теизм, такое прочное утверждение, а с другой стороны, есть отрицание, оно чуть-чуть, наверное, все-таки будет оцениваться поближе к скептицизму. Ну, да и то нет. Но все равно софисты сделали такой большой шаг в сторону скептицизма, а скептики еще делали еще больший шаг в сторону. Ну, и я в данном случае себя полагаю вот как человек, который сделал последний, в общем-то, шаг. Может быть, и не сделал, потому что действительно мы не можем утверждать, что секс-эмпирик и боди сделал до меня. С другой стороны, мы даже не можем утверждать, являлся ли он скептиком, потому что мы будем в этом сомневаться, потому что это как бы заложено в нашу такую природу, в этого философствования скептичного. Здесь много сложностей, противоречий, и на языке их выразить крайне трудно, и поэтому это пытаться можно делать очень долго, внушительно, сколь угодно догматично, и это будет казаться догматично, это и должно казаться догматично, потому что на языке по-другому это работать не может. И в этом смысле, да, будет много парадоксов, противоречий, каких-то несопоставлений, ну, вот такое вот явление. Догми движения, противоречия догми памяти, память человека странная и ненадежная, да, много аргументов. Мистическое переживание. Хептик, кто не решает. Кстати, я скажу так, что я связываю... Вы, смотрящий, употребляете слово «мистическое», мне оно не нравится. Но связанное с духовными практиками в том числе, да. И поэтому я работаю с духовными практиками, которые могут позволить людям прийти к скептицизму. То есть очиститься непосредственно от всех убеждений. Не обрести нирвану, не достигнуть какого-то чистого состояния мистического, не слиться с Богом Шивой, а именно очиститься от убеждений. Есть целый текст, который посвящен данной проблеме, и есть видео, которое посвящено данной проблеме, тоже на канале. Называется «Духовные практики осьминога бесконечности». Вот. То есть я тоже это увязываю. Эта привязка действительно, она лежит на поверхности, но многие над ней тоже не работали до этого. И вы действительно правильно ее заметили. Это тоже, ну, это должно бросаться в глаза, потому что мы, ну, по крайней мере, скептицизм имеет смысл воспринимать как состояние. И Аристотель не зря указывал на то, что, ну, вот, критиковал скептиков, ну, точнее, софистов, конечно, сомневающихся в возможности достижения истины. Критиковал их таким образом, что, ну, нельзя всегда быть скептиком. И он был прав. Он был абсолютно прав. Но это не то, чтобы очень сильно принижает скептиков, не то, что сильно их как-то критикует. Это тот факт, с которым скептики должны смириться, жить. Но тут заключается вопрос, что можно ли выйти в это чистое состояние. Мне кажется, можно. Ну, и мне кажется, я уже выходил. И многие тоже могут это сделать. В том числе, с помощью духовных практик. Духовных практик вне контекста всякой мистики, божеств, духов и прочих таких интересных вещей, которые в скептизме все-таки представляются как сомнительные. Противодействие догме памяти тоже имеется в скептицизме. Ну, то есть мы даже память можем убрать. Гусс или догматик? Ну, то есть догматик, слово... Скептик не употребляет слово догматик в негативном смысле. То есть догматик это человек, который имеет любые убеждения. Вообще не важно. У человека есть убеждения, от которого он не может отказаться в процессе своей мудрствования вообще ни при каких условиях. Значит, он догматик. Все. У ученых есть такие убеждения. Ученые не могут быть скептиками. У христиан есть такие убеждения. Они не могут быть скептиками. У феноменологов есть такие убеждения, как следствие, они тоже не могут быть скептиками. Критерий разделения очень простой, и в этом плане он действенный. И он хорошо показывает, кто скептик, кто не скептик. Мы определяем так вот просто вот, по крайней мере, для себя мы можем это сделать. Разве смирение перед невозможностью вечного сомнения это не догматизм? А кто смиряется? Ну, то есть, кто смиряется? Может быть, после смерти мы станем бессмертными богами, которые могут бесконечно существовать в состоянии непосредственной скептицизма абсолютного. В моих романах есть такие персонажи, кстати. Ну, Аристотель просто в данном случае подтвердил факт, что если бы вы во всем сомневались, вы бы сомневались в том, что нужно кушать, например. А если бы вы сомневались в том, что нужно кушать, вы бы, ну, скорее всего, умерли. Ну, и скептика бы не стало, был бы минус один скептик. Или, например, как в анекдотах рассказывается о Перроне. Ну, это не юмористические анекдоты, вы, конечно, знаете, что это греческие такие анекдоты, то есть истории. Так вот, в этих греческих анекдотах как раз рассказывается о том, как Перрон чуть ли не падал со скалы из-за того, что он был скептиком, во всем сомневался, а ученики его спасали, удерживали его. Не ходите туда, учитель, а то вы упадете же, ну, как можно. А он был таким скептиком, что нет, все-таки шел. С другой стороны, да, смерть это догма, конечно, но все-таки скептик, когда он существует вот здесь, он... Он живет в мире догм, и он сам поэтому исповедует некоторые догмы, по крайней мере, на практическом уровне. Нет, я не прагматик, я против прагматизма. Ну, то есть я не определяю истину через практику. То есть это все просто, я вообще не определяю истину. Но я могу использовать разные методы. Продолжаем. Скептицизм за пределами противодействия тоже может существовать. То есть мы все всему противоречили. Всему, что только можно, мы уже свыше противоречили. Память, воображение, язык за пределами всех дискурсов, за пределами вообще абсолютно всего. Но остается тогда выйти за пределы и самих противодействий, противоречий, споров. Скептицизм это тоже допускает, это возможно, и этого можно достигнуть. Да, из этого следует, кстати, что у нас появляется возможность создавать бесконечное количество всевозможных учений философских и произведений искусств даже на базе вот этого самого нулевого уровня мышления, ну или можно сказать скептицизма непосредственно, этого состояния скептицизма. Можем возвращаться к скептицизму назад, а потом уже переходить к формированию, комбинированию или созиданию различных учений. В общем-то у меня есть тоже практики, поэтому связанные с этим, тексты связанные с комбинированием различных учений, наработки в этой области тоже имеются. Скептицизм может служить как средством создания, кстати, новых вер. Гуссель, он отрицал то, что он скептик, он критиковал скептиков. Он использовал эпохи, конечно, да, использовал, но при этом он имел убеждение, и он это отлично понимал, и сам критически высказывался против скептицизма. Он, в общем-то, имел картезианскую вот эту вот догму очевидности, направлял себя к очевидности, любил эту собой, ну, ему нужна была эта очевидность, он пытался достигнуть феноменологической очевидности. В этом смысле он догматик. И это неплохо, это хорошо. Он не смог бы сделать феноменологию, если бы он был скептиком. Он бы ничего, наверное, не смог сделать, если бы он был скептиком. Понимаете, в чем дело? Чистый такой скептицизм, греческий, античный, они ничего не породили. Ничего не создали совершенно. Позитивный проект скептицизма, в общем-то, я пытаюсь его сейчас сделать. А тогда греки, они такой негативный, минусовой такой у них аспект был. Проблема в том, что и прагматики не определяют истинную кварпрактику. У них истина это эффективность. Например, эффективность достижения наибольшего скептиза. Тут проблема в том, что эффективность... Нету цели полагания, в общем, я уже это проговаривал. Нету цели полагания у скептика. Тут нет цели достигнуть наибольшего скептицизма. Ну, то есть никто не мерится тем, ну, вы скажете, что я догматик, например. Ну и плевать. Это вполне нормальный ответ от скептика. То есть, если скептик обижается на то, что его называют догматиком, например, ну, значит, он как-то вот не очень скептично к себе относится. И в этом смысле эффективность и цели, и исполнение чего-то, ну, вот это не имеет значения. В целом, практически ничего в этом случае не имеет значения, и никто не мерится своими скептическими достижениями в данном случае тоже. Настоящий скептик либо безумен, либо бог. Кстати, здесь я с вами тоже согласен, поэтому у меня есть концепция специальная вот божества, божественная. И поэтому одна из личностей, которые я прописываю в своих текстах, эта личность называется божество. Потому что истинный скептик действительно должен быть в определенном смысле богом, чтобы удержать это состояние на длительное, в общем-то, время. Чем длительнее время, тем божественнее, по сути, нужно быть. А в нашем мире, кстати, может быть, это действительно, ну, не прагматик, это человек, который может адаптироваться ко всему. Это хамелеон, это философский хамелеон, который действительно может стать представителем любого учения, включая прагматизм. Я бы даже сказал, что это, ну, на несколько шагов подальше от прагматизма ушло в данном контексте, именно в данном контексте. Вы берете такой контекст прагматизма, но мы идем дальше, еще дальше, еще намного дальше можно уйти. Можно вообще сказать, нет, я отказываюсь от, в общем-то, адаптации, от прагматизма и от практики всех этих учений, и оставаюсь при этом скептиком. Ну, то есть, постмодернизм не скептичен, он критичен. Это тоже неплохо. И он очень сильно внедрен в традицию европейского философствования. И непосредственно постоянно отсылает к модернизму. Это традиция, это часть традиции. Ну, то есть, вполне так себе продолжение традиционного европейского дискурса только в отрицательном ключе. Но постмодернизм во многом, конечно, ближе к скептицизму, чем модернизм. Я с этим бы согласился. Есть схожесть. Творческая безграничность скептицизма. Ну, то есть, у нас, когда мы выходим за пределы дискурсов, у нас появляется возможность уйти в ноль и с этого нуля создавать бесконечное количество дискурсов. Бесконечно творить не только языки, но и различные дискурсы, образы и так далее, так далее, так далее. То есть, мы уже не ограничены культурой. В некотором роде, да, тут было слово «свобода» в чате проскальзывало в определенном смысле. Можно назвать это некой скептической свободой. Но скептик, конечно, сразу же скажет, ну, мы сомневаемся в свободе и так далее, так далее, так далее. И в творческой безграничности сомневаемся. У вас не продолжение европейского скептицизма, а отрицание догматиков други Кантовского призыва к критике? Тоже нет, тоже нет. Опять же, возвращаемся отчасти к античности. Оттуда берем отрицательный аспект философии. Отрицательный аспект, то есть, ну, именно скептической философии, ну, отчасти, да, это критика, конечно же. Малая часть такая вот. Есть позитивный проект, проект герменевтики у меня. Ну, тоже вы можете с этим ознакомиться. Статья «Ортодексология», например, называется видео про предэфтика ортодексологии. С этими текстами вы можете тоже ознакомиться и с текстами, и с видео, как вам удобнее. Там разобран проект полностью. Сейчас мы захватываем исключительно такой скептический... Это одна восьмая моего проекта, так скажем. Мы сейчас разбираем одну восьмую моего проекта. Скептицизм, я часть из этого проекта, ну, то есть, выход за пределы дискурсов. Да. Творческая безградия. Ну, в общем-то, мы практически до конца уже и дошли. Скептицизм, как средство по созданию дискурсов. Да. Все это уже было упомянуто. В общем-то, вот. Первый текст, который мы собирались сегодня разобрать, рассмотрен. Следующий текст, это будет Дексология, кстати. Оставайтесь тоже здесь, в эфире. Сейчас будет небольшая пауза. Мы посмотрим, опять же, ролик окончательный. И это видео уже скоро будет тоже отправлено на YouTube. Буквально через пару минут я к вам, в общем-то, вернусь и посмотрю на ваши вопросы. Восьмикратно прощаюсь со зрителями, которые, в общем-то, будут смотреть эту запись позже. А с остальными, ну, мы скоро встретимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok